Очередной медийный скандал пополнил копилку народных прозвищ главного российского пропагандиста Владимира Соловьева. Как его только не обзывали за мерзотное поведение. Иван Ургант по мётам. Натуральный соловьиный помёт. Во-первых, это хорошее название для шоу на канале Россия. Покойный Сергей Даренко реагировал на высказывания Соловьева с отвращением и запрещал к себе приближаться. Мне сказали, что где-то в эфире хлопотливая тётенька Владимир Соловьёв обещала ко мне приставать. Прочь! Прочь от меня, мерзкая карлица! Ну а главным событием прошлого года стала песня Бориса Гребенщикова, в которой высмеивалась вся суть ведущего Россия 1. Вот истинный памятник наших веков, в вечернем удастся. И вот новое достижение. Пока вы сидите на самоизоляции, Соловьёв постигает вершины мерзости. Началось всё с того, что другой телерадиоведущий, а также футбольный комментатор Василий Уткин потребовал от Кремля адекватных действий в борьбе с коронавирусом. И заявил, что существующее государство ему не нужно. То есть я за свой счёт, собственно, сижу дома, сам себя запер, ещё и за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это что, это то, ради чего я отстёгивал налоги каждый месяц, что ли, лет 30? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством, мне такое государство не нужно, ни для чего. Любой адекватный человек согласился бы с возмущением Уткина, но мы говорим про Соловьёва. Пропагандист потребовал обследовать недовольного властью Уткина в психиатрической клинике и по традиции приготовился морально умереть, защищая лысеющего вождя. Но случилось страшное. Уткин не только не испугался, но и добавил в список кличек Соловьёва новый пункт. Назвал его педрастической обезьяной, в плохом смысле слова, естественно. И напомнил о роскошном имуществе пропагандиста в Италии. Раньше он там скрывался от России, а теперь в России скрывается от итальянской эпидемии. Он легко может судить. Он просто наше всё. Он просто наше всё. Это Уткин Василий. А, ну это конечно. Какая же мерзкая и жирная тварь. Прости меня, Господи, за такие слова. И вот теперь любой человек может называть ведущего России один, как ему захочется. Хоть карлицей, хоть мудозвоном, хоть обезьяной. Делайте, что вам угодно. Только обязательно скажите своим родственникам, что его эфиры нельзя смотреть. Ведь он как вирус в основном поражает тех, кому больше 65.